Ну и сейчас возвращаемся к первой теме выпуска, ситуации на российско-украинской границе. Среди водителей фур, которые третий день стоят на въезде в Крым, растет недовольство, продукты в грузовиках быстро портятся. А сейчас на прямой связи наш крымский корреспондент Ольга Армякова. Ольга, здравствуйте. Что в эти минуты происходит на перекрытых КПП? Да, Ольга, доброе утро. Псевдоблокада Крыма, похоже, только набирает обороты. Уже двое суток боевики правого сектора блокируют движение грузового транспорта в сторону полуострова. Но этого, видимо, им оказалось недостаточно. Теперь радикалы не пускают и фуры, которые едут из Крыма на Украину. При этом пустая машина или с грузом не имеет никакого значения. Водители просто разворачивают назад, ничего не объясняя. Об этом нам рассказали дальнобойщики. Предлагаю послушать. Пустой ехал в Украину. На буряк, на заработке. Ну, вернули назад. Вот. Вернули назад и все. Крымские номера возвращают назад. Грузовые. Вот такая система. Украина нас не пускает. Сказала, что грузовые машины не пропускают. Блокируют и все. На стекольный завод, на государственное предприятие, СОДА. Нас не пускают. Ничем не мотивируют. Сказали, была команда, не пропускать. И все. Конечно, завод остановится, если мы сейчас СОДА не привезем. Все. Завод встанет. Вот и вся экономика. Плотим государство. Пошлиное все плотим, а не пропускают. Под видом продуктовой псевдоблокады, самый что ни на есть рэкет. С четко спланированной бизнес-схемой. Организаторы акций Чубаров и Джамилев даже не попытались завуалировать свои чисто финансовые интересы. Они хотят контролировать рынок сбыта, хотят контролировать финансовые потоки и зарабатывать на эксклюзивных поставках продовольствия в Крым. И при помощи боевиков правого сектора, которые, кстати, в этом деле имеют огромный опыт, они пытаются достичь такой вот темной бизнес-схемы. Чубаров предложил грузовой транспорт, который следует в Крым останавливать на специальных площадках, так называемых хабах. Там водителям придется попросту свой товар по дешевке продать. И его потом уже сам Чубаров и Джамилев по своим бизнес-схемам будут завозить в Крым. Либо же водитель должен заплатить определенную сумму денег, чтобы проехать беспрепятственно на полуостров. Ну а о сроках акции боевики правого сектора и лидеры так называемого МИДЖИЛИСа пока ничего не говорят. Но вот какие заявления появились уже в интернете. В прошлом депутаты Верховной Рады Чубаров и Джамилев владели теневым бизнесом на самом полуострове здесь, в Крыму. Теперь же они ищут новые источники заработка. При этом страдают сельхозпроизводители Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Они на полуострове теряют огромный рынок сбыта. Традиционно оттуда на полуостров везли овощи и фрукты. Этим и жили фермеры. А вот как теперь зарабатывать и что делать дальнобойщикам с теми продуктами, которые уже двое суток тухнут в фурах, в полях, неизвестно. Вот что говорят водители. Похоже, среди них зреет уже настоящий конфликт. Я езжу работу. Они просто катаются. Вот вы работаете с вами. Деньги получаете за это? Я хочу деньги получать, семью кормить. На жизни полуострова такая псевдоблокада никак не отразится. Действуют жесткие правила рыночной экономики. Те ниши, которые раньше занимали украинские товары, это всего 5%, уже заняты российскими и крымскими продуктами. Ольга. Спасибо. Ольга Армикова рассказала о ситуации на перекрытых украинских КПП на въезде в Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова